Посвящается фильму, который сделан и создан был на киностудии «Белый солнце». Эта киностудия была вновь создана в 2012 году, после того, как вставление правительства города Санкт-Петербурга было принято решение о возрождении кружков технического творчества. Эти те самые кружки, которые в свое время, когда я был маленьким, было в России очень много. Правительство в то время как раз заботилось о тех, чтобы привлечь население и детей, воспитать детей в духе патриотизма и любви к нашей Родине, что мы сейчас все хотим. Хотим? Хотим. Так вот, в 2012 году киностудия была возрождена, которая в 1992 году в это здание, в это помещение в связи с финансом трудом в нашем стране была закрыта. И в 2012 году эта киностудия была возрождена, возрождена. Меня пригласили сюда, я согласился с радостью, потому что это та самая киностудия, откуда выросли и вышли наши современные вести кино. Особенно, можно сказать, что, если кто знает и понимает, то именно в этой киностудии выросли такие ребята, как братья Лаксины. Если кто знает, я знал, кинолюбитель более чем очень большим стажем. Когда я еще был совсем маленький, в школе занимался фотографией, театральным искусством. После окончания школы приехал в город Санкт-Петербург, Ленинград в то время, поступал в институт киноинженера в то время, куда я, слава богу, не поступил, и поступил в институт культуры, который закончился с такой, вышел как педагог, руководитель кино, фото, самодеятельной студии. Сейчас у нас в городе Санкт-Петербурге несколько учебных заведений, которые выпускают специалистов. Четыре года назад у нас в университете на телевидении была такая студия, и факультет открытый, открыт факультет, который тоже готовит педагогов и руководителей кинофотостудий. Чем хороша эта специализация для тех, кто хочет поступать, например, в какие-то высшую учебные заведения и думает, куда поступать? В отличие от тех ребят, которые учатся конкретно на режиссера, оператор и звукорежиссера, киностудия дает возможность детям, которые желают прикоснуться к кино, заниматься всем, чем только можно в кино. Кримеры, пожалуйста, костюмеры, пожалуйста, операторы, звукорежиссеры, звукооператоры. Все специализации, которые есть в кино, эта специализация, эта специальность, которая сейчас у нас в университетах, это возможность дает. Быть педагогом и руководителем такой киностудии очень хорошо. Я вот считаю, что я очень классно пристроился. В моей киностудии я делаю все, что я хочу. Кино, пожалуйста, операторы, пожалуйста, режиссеры, пожалуйста. Кримеры, костюмеры, да все. Я сам себе хозяин. Набирай пример, снимай кино. Все. Поэтому этот фильм создал от прелик нашей киностудии. Режиссер — это Николай, который просто обыкновенный кинолюбитель, который нравится снимать кино и хочет снимать кино, но специально его образование прошло. У него нет. Это такой уже человек, как мы все. Как мы все дворники, тельтонаты, ссора, космонавты, все, кто хочет. Он приходит и говорит, я хочу снимать кино. Мы ему хороша, пожалуйста. Мы сняли кино. Оператор этого фильма, разочек Загритинов, он видите, сидит полосатенький такой, симпатюй. Выпускник университета кино и телевидения. В этом году он защищается, получает диплом. И он учится у нашего большого мастера, большого специалиста, можно сказать, уважаемого человека. Это Далинин Дмитрий Алексеевич. Это оператор, медалейный стажер, если кто, старше в колене особенно. Помните, если такой был такой в свое время? Республика Шкиты. Кто видел? Кто видел? Кто видел? Кто видел три раза? Кто смотрел вот эти? Кто смотрит каждый выходной? Особенно под этим делал. Митрий Алексеевич был как раз оператором этого фильма. Он также снимал такие фильмы, если кто был, фильм «Начало». Кто его знает особо? Старше говорили. Помню фильм. Помню, да? Среднее поколение. Кто смотрел фильм такой, как «Собака в астре»? Вот у такого специалиста, у такого мастера, наш Дмитрий Алексеевич, оператор, учится. Я думаю, что, дай Бог, все будет хорошо. Он и дальше продолжит свою деятельность. Но я думаю, что мы постараемся его приташить в наши роны, перетянуть с профессионального кино, чтобы он больше занимался в любительском кино, чтобы у него больше возможностей общаться с такими любителями кино, как вы. На этом еще идти. Разрешите. Нет, свое слово. Свои слова. Прогоньте. И, пожалуйста, посмотрим фильм. Спасибо. Спасибо. Спасибо.